Сегодня полномочный представитель президента страны в Привожском федеральном округе Михаил Бабич посетил Ядринский район республики. Сопровождал его и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Официальная делегация прибыла в Ядрин вертолетом и сразу же направилась на одно из предприятий по переработке молока. Завод был отстроен с нуля и сдан в эксплуатацию этим летом. Михаил Бабич побывал в современных цехах, познакомился с производством мощностью 200 тысяч тонн в сутки. К слову, таких предприятий не так много в республике. Хотелось бы и больше по стране. Об этом речь зашла уже на совещании, посвященном агропромышленному комплексу. Темпы, которые нас не во всем устраивают. Модернизация сельского хозяйства, это и проблемы с закупкой техники, это и отсутствие длинных дешевых денег. Ну и, собственно, те естественные причины, которые раскладываются в сельском хозяйстве у нас. То потоп, то засуха. И уже мы четвертый год в этой ситуации с вами живем. Понятно, что все это влияет и на объемы производства, и на качество продукции. И самое главное, что на экономику самих сельхозпроизводителей. Участники встречи говорили о болевых точках АПК. Обсудили ситуацию на рынке молока. Говорили о необходимости повышения производительности труда. Коснулись мер государственной поддержки сельхозпроизводителей. Формы госпомощи с годами ширятся, объемы растут, а в выигрыше оказываются сельхозпроизводители, внедряющие современные технологии и инновации. Почеркнул своим выступлением уже глава ЧУАШИ Михаил Игнатьев. Но если взять молочное животноводство, уважаемые коллеги, друзья, основным источником дохода для всех форм сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, будет молочная продукция. Поэтому мы создавали на территории республики равные условия для крупных сельхозорганизаций, для крестьянско-фермерских хозяйств и для личных подсобных хозяйств. Человеческие условия населия созданы. Программа комплексной и устойчивой развития сельских территорий у нас работает успешно. Поэтому наша задача по тем упущениям, которые есть по снижениям по голове, по другим показателям, мы не должны падать.